Очередное заседание Совета депутатов состоялось в администрации городского округа Люберцы. На совещании обсудили вопросы бюджета округа, приватизации квартир в муниципальную собственность. Также была затронута тема обеспечения жильем отдельных категорий граждан. На сегодняшний день 140 детей-сирот и 73 ветерана Великой Отечественной войны получили квартиры на территории округа. Дополнительные субсидии из бюджета Московской области учтены в доходах и расходах Люберец. Этот и другие вопросы обсудили на соседании Совета депутатов городского округа Люберцы. Учтены дополнительные субсидии из бюджета Московской области на благоустройство территории зоны отдыха, расположенных по адресу город Люберц, Октябрьский профект, дом 226 в сумме 56 миллионов 128 тысяч рублей. Ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, многоквартирных домов в сумме 32 миллиона 970 тысяч рублей. Кроме того, из средств бюджета Люберц выделяются ассигнования для благоустройства городской среды, оборудование линий наружного и архитектурно-художественного освещения парков и памятника Юрию Гагарину в Люберцах. Осуществляющих в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» в сумме 13 миллионов 597 тысяч рублей. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры города Люберца в сумме 1 миллион 750 тысяч рублей. Народные избранники утвертили порядок обеспечения жильем за счет субсидий отдельных категорий граждан. На сегодняшний день квартирами обеспечены 140 детей-сирот, 73 ветерана ВОВ, 18 уволенных с военной службы, 2 жителей с ограниченными возможностями и один ветеран боевых действий. Помимо этого была утверждена учетная норма и норма предоставления общей площади жилого помещения в округе. Предлагается утвердить норму площади жилого помещения для постановления малымущих граждан на учет в качестве нуждающих в размере 10 квадратных метров и установить в городском округе норму представления общей площади жилого помещения в размере 14 квадратных метров общей площади на каждой члены семьи. Также на соседании рассмотрели вопросы финансирования некоторых учреждений городского округа Люберцы. Происходит перераспределение функций объединения учреждений, исполняющих одни и те же задачи и функции. Для их финансирования необходимо предусмотреть передачу иных межбюджетных трансфертов без передачи полномочий. Это было последнее соседание Совета депутатов городского округа Люберцы, после которого народные избранники уходят на каникулы. Екатерина Скрижалина, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.